Казахстанцы не ощущают поддержку от государства. Вместо этого растет финансовая нагрузка, говорят люди. За последнюю пару лет цены на продукты выросли больше, чем на 50%. Такая же наценка ощущается и при оплате коммунальных услуг. Пытается ли правительство пополнить бюджет за счет простых казахстанцев, в теме разбирался Иржан Утебкалиев. Расходы растут, говорят казахстанцы. Это заметно по ценам на продукты, коммунальные услуги и прочие расходы, которые бьют по карманам казахстанцев. Особенно это стало заметно с первыми квитанциями за январь. А в ближайшее время планируют и повышение стоимости проезда в столичном общественном транспорте. Такая же перспектива, скорее всего, ожидает и другие регионы. Нет, мне кажется, довольных людей. Просто мы молодые, как-то приспосабливаемся с одной стороны, с другой стороны, всей семьей, друг друга как-то поддерживаем. А когда у кого нет поддержки, у кого там одинокие люди, им сложно, я считаю. Ну да, действительно, сейчас поднимаются цены на интернет. Ну, у нас это на 20% повысилось. Еще как растут, особенно на продукты питания. Ну, на все растут. Рефляция большая. Ощущаем. Короче, у кого одна пенсия, тому не хватает железа. Ну, а у кого что-то еще есть добавочное, те еще на плаву. Послам пенсионеров обиднее всего, когда их кровные накопления государство использует без спроса, по собственному усмотрению. Несмотря на все заверения чиновников, в их возвратность пожилым мало верится. Как поведут себя эти, с возвратом этих денег, как обычно у нас бывает, непонятно. У нас есть медицина, в принципе, тоже. ЕНПФ был образован в 2013 году. Согласно открытым источникам, уже через пару лет государство стало использовать пенсионные накопления как подушку безопасности для экономики страны. В 2016 году почти полтора триллиона тенге направили на финансирование бюджета, инвестиций за рубеж, а также поддержку нацхолдингов, компаний и банков. Причем, многие средства, выделенные на спасение банков второго уровня, так и не вернулись в ЕНПФ. В 2018 году 85 миллиардов тенге направили на строительство газопровода Сараарка. В том же году 200 миллиардов накоплений казахстанцев снова направили на спасение банков второго уровня. В конце прошлого года правительство заняло полтора триллиона тенге из ЕНПФ. Их хотели направить на модернизацию и строительство объектов энергетики. После сообщили о закупе пассажирских и товарных вагонов, а потом и на модернизацию канализационных очистных сооружений. Оказалось, что министерство даже не согласовало свое решение с распорядителем пенсионных накоплений – Нацбанком. Когда отраслевые министры говорят о тех или иных направлениях своей деятельности и об источниках финансирования, модернизации, обновления, они зачастую с нами не советуются. Они, наверное, предполагают, что есть такой источник финансирования. Да, он есть. И, видимо, они, понятно, хотят, чтобы эти деньги пошли на те проекты в ту отрасль, которую они курируют. Но с нами этот вопрос пока не обсуждался. По мнению экономиста Айдара Алибаева, правительство Казахстана, как и нацхолдинг, является не лучшим менеджером средств ЕНПФ. За последние несколько лет, за три, за четыре года уже 11 триллионов оттуда вытащили. Куда они девают эти деньги? Это вообще непонятно. Я понимаю, если бы хотя бы за это время, за эти деньги какие-нибудь производства бы строились, какая-нибудь модернизация инфраструктуры проводилась, да, кто-нибудь новенький. Ничего, ничего этого нет вообще. С экономистом Солидарин и депутат Мажелиса Магирам Магирамов. По его мнению, решение увеличить ОСМС в пять раз, тарифы на кумусуде на 20-30%, проверки и дополнительные налоговые нагрузки лишь показывают некомпетентность правительства. Те правительства, которые работали, к сожалению, ничего иного, кроме того, чтобы делать нагрузку и на бизнесменов, и на простых людей, когда мы идем в магазин, это же на нас сказывается, ничего придумать они не могли. НДС, вот для, допустим, обрабатывающей промышленности вообще бы я отменял. Да вообще НДС надо отменить. Последним непопулярным решением пополнить бюджет за счет народа стала инициатива по повышению НДС с 12 до 16%, однако ее вовремя остановил сам президент. Повышение НДС с 12 до 16% это не панацея. В реформировании нуждается сам НДС, который в Казахстане приобрел другую сущность. Эксперты обоснованно утверждают, что повышение НДС может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики, снизить инвестиционную привлекательность страны. При этом до выступления президента никто из чиновников не был против повышения этой идеи. По мнению эксперта, это связано с бесхребетностью некоторых чиновников и действующей системы власти. Вертикаль власти построили сами чиновники таким образом, что пока тебе не дадут пинка сверху в каком-то конкретном направлении, ни один чиновник ничего делать не хочет. И получается, что за все отвечает президент. Причем уже сейчас ощущается, что пополнение бюджета ведется за счет простых граждан. Это показывает и налоговые поступления, самый высокий рост которых пришлось на малый и средний бизнес. В целом, по итогам 2023 года у нас положительная динамика поступлений наблюдается по субъектам малого и среднего бизнеса. По ним по итогам года поступило 4,4 триллиона тенге. По сравнению с 2022 годом рост поступлений наблюдается в размере 27%. Согласно статистике, более 7 миллионов экономически активного населения страны имеют кредиты на 17 триллионов тенге. И почти столько же людей не имеют собственного жилья. При этом их расходы растут. Поэтому выжить на одну зарплату в нынешних реалиях практически невозможно. Последний этап декларирования и контроль мобильных переводов вскроет неафишируемые доходы, что в свою очередь станет новым источником пополнения бюджета, убежден эксперт. Единственным источником денег остается новая нефть. Новая нефть это что? Это люди. Люди сейчас развиваются новым термином, новая нефть, которая, знаете, в отличие от настоящей нефти, которая имеет свой конечный предел. Получая зарплату, казахстанцам приходится отдавать их на оплату налогов, ОСМС, пенсионки, проезда, аренду жилья, коммуналки, погашение кредитов. Тогда остается вопрос, на что же жить? Вот и получается, что с учетом нынешней средней медианной зарплаты в 260 тысяч тенге, многим приходится просто выживать. Яржан Утипкалиев, Виктор Джигерис, Atomicen Business.